Здравствуйте, друзья, уважаемые любители баскетбола! Добро пожаловать на баскетбол китайский! Китайская ассоциация продолжает играть, продолжает этот финальный этап на Циндау Спортс-арене. Сегодня встречаются две очень интересные команды Цинзу Дрэгонс и Сычуань Блю Уэйлс. Две команды, которые я назвал, интересными, даже несмотря на то, что обе уже не имеют никаких шансов на плей-офф. А интересы тут связаны с тем, как вообще эти команды шли в этом сезоне и, в принципе, строились по ходу чемпионата, перестраивались. И вот, к сожалению, обе потеряли шансы на плей-офф и все-таки не стали размениваться. Блейк не выходит на периметр, вниз проваливается Большой, следует атака с дальней дистанции. За три секунды до конца владения ее реализовывает тринадцатый номер, это Жо Женьян. Тем временем бросок с дальней дистанции следует из левого угла. Мы видим аплодисменты Бебе Пешиновича. Тот отдают теперь передачу под средний бросок, хорошо отскочил, скажем, после заслона. Результативная игра и команды, видно что, довольно свежими к этой игре подошли. Опять же, очень тяжелое расписание. У всех, как будто за неделю, предстоит по четыре матча сейчас провести. Провести оба угрыш с периметра, ничего себе и вышагивание, но получает блокшот Лю Януй в этой ситуации от Ву Гуанг Ци. Протащил мяч в этом проходе, браво, Йинг Хануй. Первый номер девяносто. Разменивается, ох, какой спидный заваливает этот мяч, разыгрывающий Дзянзу Дрэгон. Стал создать Антонио Блейкни, нарисовал какую передачу здесь в окружении четверых игроков соперника Ву Гуанг Ци разбирается под кольцом Блейкни. Заигрывает здорово на первых минутах, и Ву Гуанг Ци вколачивает сверху. Опять загружает Ву Гуанг Ци внутрь, и еще один удачный обыгрыш в центр. Вот ему ни в коем случае нельзя давать вот именно такие броски совершать. Ой-ой-ой, энд ван. Жоженьян не без доли везения забивает, стоит сказать. И атаки, там свободные, которые создаются, не очень-то и работают. Ну, а Антонио Блейкни продолжает. Ой-ой-ой, Антонио Блейкни! Ничего себе! Завершает Алиуп. Вау! Становится разница в счете. Быстрый хороший скрестный шаг и успевает выбросить под сирену буквально этот мяч. Ой-ой-ой, спровоцирует на себя дабл-тим сейчас Антонио. Есть, значит, возможность разбросать. Со средней пробует атаковать. Очень активный в начале стартового отрезка Юксуан. Попал он дважды с дистанции. Очень большой на штрафной линии, все остальные на периметре. В общем-то, двигать мяч, задействовать центрового. И растягивать оборону. Ну, вот и Сычуань собирается. Ну, что ж, на этом заканчивается первая половина матча. 45-28. Антонио. Ой-ой-ой, вот что значит выгрызает мяч. У Блейкни сейчас Джен Кхануй. Не очень уверенно. Выше. Такую-то издалили. Ке-ке. Один раз прошел под кольцо пока. И вот сейчас. Бороняться Блейкни уж слишком предсказуемо. Сейчас эту передачу делал. И как разбирается с Ши Хонг Фэем в этой ситуации. Юнг Хануй. Ну и стоит сказать, еще все-таки Ши Хонг Фэй двигался. Не лучшим образом в этой ситуации Блейкни. Мяч получает. И не был готов явно к этому развитию событий. Лю Ян Ю прямо сейчас. Но готов всегда вколотить сверху. Если предоставится возможность Лю Юк Суан. Хуаня, но браво вновь. Ву Гуанг Сы. Теперь Эвдуан. Бенефис. Ву Гуанг Сы. Тяжело этот мяч. В проходе игрок Сен Зу. И в ответ контратака. Еще одна треха. Очень много дальних бросков. Хуанг Ронг Ки. Вуан Гуанг Сы хотел подобрать второй раз мяч. Чипот сирену буквально в окончании третьей четверти. Лей Юану из дистанции делает минус шесть для Сычуань. Ну вот говорил я о том, что за Ценсу Дрэгонс в этом сезоне выступали. Тайлер, Хэнс Бро. Или, например, Лейк Ней начал эту атаку, а завершает ее Хуан Ронг Ки. Уже четыре очка в этой четверти. Нежели, в принципе, по этому сезону. По этому финальному этапу. Опять же, мотивация есть, но все-таки скорее преобладает желание что-то новое попробовать. Партнерам то, что хочет от них в этой атаке самостоятельно делает все. И просто танцует с мячом Антонио. Закрывает Юксан. Больше растягивающий. И не смог он помешать. Это атака из угла. И выхода, по сути, не оставалось. Блейк не получает на дуге мяч. Антонио. Плюс 17 делает для Ценсу Дрэгонса. Скорее всего, в этом матче все становится совершенно ясно. Через одну восьмую финал. Попадает в плей-офф. Альвы из Шандуна на исходе владения. Успевает выбросить Джо Жиньян. Черезной раз. Забивает. Но Антонио! Блейк не! Пересек центральную линию. Еще два очка. Льюи Вэй. 96-76. Ценсу Дрэгонс одерживает довольно уверенную победу над Сычуань Блю Уэйлс. Статистика вашему вниманию. По подборам, по передачам, по количеству очков со ближней дистанции. Дрэгонс превзошли своего соперника. Но реализовали на один трехочковый. Все же меньше.